Христос посреди нас, мои родные, любимые христолюбцы, все братцы и сестрицы, всем желаю во Христе Иисусе, Господе нашим, сущим над всем благом Боге и Творце нашим, Который есть Любовь, Который в последнее время, пришедший во плоти, явил ее всеми своими благодеяниями, Который творил силой Божией, в оконцовке отдавший жизнь свою добровольно за жизнь мира, тем явив свою любовь на кресте и воскресением своим, явив и показав, доказав, что имя это Бога, явив свое божество. Поэтому все, кто будут уповать и веровать на Него, пришедшего во плоти, и в воскресенье во плоти, будут вкушать плоть Его. А кто будет поступать в этом мире так, как Он поступал, любить всех и творить добрые дела силой Божией, будут пить кровь Его, кровь Нового Завета, в которую все истинные христолюбцы и входят с Господом нашим и Богом, и Творцом. Хотел поговорить на тему проповедников. Ну, в принципе, каждый христианин проповедник, это в любом случае. Просто обычный человек начинает громогласно это делать, когда, как мы видим, в Пятидесятницу, действительно, получив Духа Святого, силу Духа. Но мы не во всем можем смотреть так на первое становление церкви, как Господь это устраивал. В крещении тоже люди, конечно же, получают Духа Святого, дар Святого Духа. Мы видим это в деянии апостолов при крещении. Но тогда Господь устраивал, что сила эта была настолько великая, что люди действительно с самого крещения исполнялись такой силой мужества, познания Господь, открывал ум к разумению Писания людям. Люди исполнялись Духа Святого со всеми его дарами и плодами, то есть любви, радости, миром. Начинали проповедовать. И все, конечно, Писание Нового Завета, Евангелие Божье, наставления апостольские нам оставлены. Конечно, говорят об одном. Идите за Христом. И Господь сам сказал, я есть путь истинной жизни. Иди, неся крест за мною, а не за ком-то. Вот, кстати, я буду записывать ролик. Мои, конечно, рекомендации, потому что, я говорю, не смотрите на всех этих буквоедов, которые вот там в букву уперлись, вот так вот синодальный перевод, там по такой ступенькам собрал там книжки Нового Завета. Вот это абсолютно неверно. Каждый как хочет, так и читает. Мы все это прекрасно знаем. У меня сегодня душа лежит, я Марка почитал. Душа терзается, решил Иоанна Богослова перечитать. Там, да, в культ несет меня. Вот, то есть каждый читает то, что он хочет, и когда он хочет. Многие церкви в самом начале, никакого Евангелия вообще поначалу не было. Апостолы были живыми свидетелями. Это потом стали появляться бумажки. То, что там, много в каждой церкви было бумажек. Ну, одна церковь, одна община, собрание, там одними обладала, другая другими. Сам Павел говорит, что написал послание Ладикийской церкви, которое должны были прочесть там в церкви Вефесе. Ну, а где же эта церковь Ладикийской общине посланная? Потерялась. Вот, так что дело не в буквоедстве, читайте как хотите. И, конечно же, я вот буду показывать ту схему, как я считаю правильной, по какой надо читать. Это, конечно, кто хочет более так, особенно с Павлом, ну и вообще с посланиями познакомиться. Их лучше читать, конечно же, прочитать, допустим, Евангелие от Луки, потом книгу Деяния. Ибо это его двухтомник, это книга, вышедшая из-под одного пера, из-под пера одного автора Луки. Ну, допустим, Луки, неважно, кто это писал, сам факт, потому что мы точно видим, что первая и вторая книга – это одного автора Луки и Деяния книги. И потом, конечно же, мы первые должны прочитать обязательно после Деяния, особенно в котором мы познакомились и узнали о первом, так называемом, соборе апостольском. Это прочитать то, что Павла укоряли, вот ты проповедуешь, не то, что проповедовал. Понять, что проповедовал Павел, надо взять и прочитать послание к евреям. За ним надо прочитать послание к Иакову, ибо оно написано, как мы пишем, считаем в заглаве «двенадцатиколеном Израилевым». После этого мы читаем послание к римлянам, которое написано «Римская община». Но мы видим, что эта община состояла, судя по посланию, в котором чуть ли не 10-12 глав первые посвящены опять борьбе закона плоти и духа, культа и жизни, и свободы во Христе. То есть мы понимаем, что это римская община, но в основном, видимо, это были обращенные из иудеев, ну, естественно, празелиты, то есть язычники, веровавшие в единого Бога, принявшие иудаизм. Ну и, возможно, уже язычники там были, потому что, естественно, написано не к аудеям, а к римлянам. Но по ходу послания для всех очевидно, что оно написано, что община, наверное, на 90%, ну, там, не знаю, на 70-80%, я бы сказал, на 90%, по сути, по тому объему, которое написано опять о борьбе закона и духа, Павел все время, о плоти и духе, да, то, я говорю, на 90% она состояла, конечно же, из иудеев, уверовавших. Вот сколько ревнителей закона, как Иаков говорит, уверовавших. Но после этого очень хорошо пойдет послание Петра, который такой средненький между свободой во Христе и иудаизмом, да, ибо мы все время видим, как даже пришедшие братья, которые от Иакова пришли, почему я и говорю, вы поймете, когда-нибудь, если вы так прочитаете, как я вам советую, вам такие вещи откроются, Бог, конечно, откроет, но если вы вот последуете доброму моему совету братскому, я не претендую на истину, я говорю, ну, вот делюсь просто опытом своим, вот, то вы увидите всю эту цепочечку, всю эту, естественно, божественную такую ступенчатость, да, то есть мы читаем евреям Иакова, римлянам Петра, после этого мы читаем Галата, мы все понимаем, мы читаем, получается, Деяния, где этот был собор, мы читаем, они же говорят, что ты там не то проповедуешь, мы узнаем, что Павел проповедует из послания евреев, мы узнаем, что Иаков, как он мыслит-то через послание к Иакову, которое, кстати, не все церкви написано, а 12 королевым Израилевым, очень показательно, мы узнаем, как Павел к римлянам пишет уже таким, как Иаков говорит, посмотри, сколько братьев ревнителей закона, вот мы узнаем, что он таким римлянам пишет уверовавшим братьям, ревнителям закона, вот, а к евреям, по сути, оно так и написано, к евреям, это не уверовавшие, это вот те противящиеся, что Иаков, что евреям послали, это как будто к противящимся римлянам, и Петра, это как будто к уверовавшим ревнителям закона, И мы видим, чем это заканчивается. Что на самом деле Лука все подмазал там так красивенько в соборе, как все хорошо прошло. Мы видим, что Павел пишет послание к Галатам. Видим, что пишет его в уединении. Где-то один, возможно, даже из заточения, но там непонятно. Ну нет, он бы написал, что я в вузах, он обычно писал. Но видим, что он один, ибо во все других посланиях, во многих мы видим, как передается привет от всех, кто рядом сидит. Ну как, ты же не забудешь, когда рядом. Мы сами знаем, да, там от жены привет, от брата. В Галатах он пишет, это мое послание, написал собственноручно. Я говорю, ни от кого привет не передал, сидел в комнате. Там поделили на шесть глав. Вот мы там все узнаем, что это было за собор. И на самом деле принял ли у Павел даже эти решения такие елейные, замазанные Петром и Аковом, что вот, ну ладно, там, и доложертвенно не ешьте, не делайте другого, чего не хотите. Там не вкушайте, не прикасайтесь. Опять, опять иудейство какое-то, чистой воды, только для язычников такое масляное. А Павел сказал, живите плоды духа в себе, возделывайте. Ибо в Иисусе Христе, в христианстве, нет ни обрезания, ни обрезания, но вера, действующая любовью. Мы ожидаем праведности от веры, но вера, действующая любовью. И эту веру, этого духа мы судим по плодам. Поэтому живущие не по плоти должны жить по духу, такие христиане настоящие. Поэтому послание к Галатам будет таким апогеем вот этого разрыва закона и уже полным отпадением, как мы знаем, иудей в оконцовке евреи отпали. Их там вот сейчас есть, это единицы, еврейские общины верующие, еврейские христиане до сих пор есть. Мы видим сейчас в интернете, вон каналы у них там, церкви, собрания, то есть есть. Все. И дальше, конечно же, кто хочет уже видеть церковь физязычников в основном, потому что иудеи с евреями отвалились, все у них в это в них сидит. Ну, как и сейчас в Кривославии всех толков, об особой все грешники, надо от них отделиться. Мы должны, наоборот, в этих грешниках бросаться, как в паучину морскую, и спасать погибающих. Это не новый завет внушаться грешниками. Это в Ветхом Завете Господь показал, что их про дед не работает, и показывал, что вся эта палка не работает. Человек должен сам принять Духа, Господь его очистит, у тебя не будет никакого греха. Ты будешь спокойно среди грешников. Господь сказал не то, что входит с тебя, помните, он сидел с будниками, негрешниками, тебя скверняет, а то, что выходит из тебя, и Господь из тебя очистит, ничего скверного из тебя не выйдет. Можешь ходить спокойно по блудным домам проповедовать, по пьяницам, по богодельням, по кабакам и барам, и кричать, покайтесь, люди, братья, сестры, от одной крови происшедшие, обратитесь к Богу живому и будьте счастливы. Вот вся проповедь-то, ибо закон жизни-любовь, пришедшая во плоти в последнее время, 2000 лет назад, явившая эту любовь всеми благодеяниями и крестом своим, и доказавшая, что это имя Бога своим, и явившая своим воскресением. Вот и все. И, конечно же, первое послание такое мощное, разбирающее много таких моментов в церкви, это Коринфи, два послания. Говорят, что их четыре, их просто слепили так в два, но это не знаю. Я не вижу там каких-то четких перепадов, хотя, может быть, видно, что немножко не слеплено, что, возможно, их было больше просто из-за утерянности, затертости, их как-то так в два слепили. Но слепили, я вижу, я лично чувствую, что духом святым, потому что есть там свои такая динамика тоже. И вот там мы что читаем? Первые четыре главы посвящены чему? Первой проблемой в церкви христовой. Это разделение. Я четыре главы так и обозвал, но там на сайте я вам буду все показывать, когда мы будем читать. Сейчас же у меня в таком свободе словом, чтобы не упразднить Христова, креста, то есть любви Божией, я всегда вам прежде всего, вы помните, напоминаю заповедь Господа нашего Иисуса Христа о любви к ближнему и упованию на Него. И что назидательно, Боговдухновенно, это наставление апостолов. Ну, если что, в Духе Святом, в свете Нового Завета слова пророков, конечно, можно вспомнить. Вот, что-то из ветхозаветной истории для наседания, много чего можно, конечно, найти, но только в Духе Святом, в Духе Нового Завета, в завете жертвенной любви, а не в фарисейство и палке, и законничество. И вот посмотрите, почитайте первые четыре главы, это чистой воды, Павел закладывает такую добрую закваску, никогда не разделяйтесь, никогда. Истинно, стойте впередом вам, Христос умер и воскрес, все, стойте на этом, не уклоняйтесь, я вот ничего не взял читать, перечитайте четыре главы после этого. Ну, сейчас, хотя не к этому, я другой ролик хочу записать. Вот живой пример, как Павел разбирает, все, дальше пошли послания, действительно, к таким, знаете, церкви святых, там много для себя можно пользы вынести, кто христолюбец, кто уже спокойнен к закону, кто прошел все это, еврейство, римлянство, галатство, да, все, человек может спокойно, действительно, сидаться вот в тех посланиях, Коринской, ну, дальше я потом покажу там, сейчас не будем, я, в принципе, не об этом хотел сказать. Ну, я хотел сказать, знаете, вот и по поводу наставника, вы знаете, я всегда ссылаюсь на образ, я на крестителя, сам Господь нам заложил этот образ чудесный. Первый, первый христианин на самом деле, исполненный Духа Святого от чрева Матери, первый проповедник истины, что он делает, сам подвизается, никто в пустыне без упования на Бога жить не может, питаясь одними корешками, не печать о своем здоровье, в одной из верблюжьего волоса одежонке бессменной, с голыми, с босыми ногами, вот он, уповающий на Бога, на Христа, любящий, естественно, людей, ибо вокруг него ученики собираются. Дерево сует по плодам, посмотрите, какие он дает наставления приходящим и кающимся людям. У тебя две миски, отдай, раздели, у тебя миска еды, раздели ее пополам с голодным, у тебя две одежды, отдай одну. Ну, ты поставлен собирать налоги для общего блага, собирай, но не обворовывай ни братьев, ни внешних. Любви учат, а из доброго сердца, из доброго источника, из сладкого источника истекает сладкая вода, добрая вода, свежая, чистая, плоды из сердца, из доброго. Мы, то, что у нас на сердце, то у нас на устах. Судите человека по плодам, не по дарам духа, а по плодам, и не по законничеству, не по исполнению всех обрядов, норм и традиций. Это не святой человек, святой человек узнается по плодам духа. Творит ли он дела любви, счастлив ли он, исполняя это дело любви, или у него унылость и отупование. Такое смурное лицо, что он постится, или он постится и радуется, что Бог его и без еды питает, что он два дня не ел, и сытый, довольный, и счастливый. От этого, смотрите, мирный человек в душе, в мире он со всеми старается быть, мир ли у него с Богом в душе или нет. От этого увидите, что человек долготерпеливый, все сносит, все переносит, что человек воздержанный, естественно, как ты кому что отдашь, вот именно не воздержась. Только воздержник, от полтарелки воздержавшись, отдаст это человеку. Но это все от любви, любовь – начало, а не конец. Любовь – начало, путь и конец, точнее, конечно, если так взять, то она и начало. Она все, любовь, есть путь, истина и жизнь, альфа и омега, первый и последний. Начало и конец, это начало, путь и конец, и жизнь. Все всегда это троица, она везде такая божественная, символика присутствует. Кто в Духе Святом, тот все это видит, эти троицы везде, божественные. Вот это первый пример-то. И показывает, куда? На Христа. Он говорит, я лишь, я никаких чудес, о нем сами люди свидетельствуют. Иоанн Креститель пришел, никаких чудес не творил. Но вот в своей жизни святой люди шли к нему, люди тянулись к нему. Говорят, а нам что делать? Он говорит, покайтесь, покайтесь, сотворите плоды достойные, соответствующие покаяния, а не креститесь. Покайтесь сначала, покаяние явите делами, плодами, соответствующими покаянию. Врал, крал, впредь не кради, как Павел говорит. Обманывал, впредь не обманывай, но наоборот, твори, говори истину. А крал, впредь, изменись и пойди на работу, работай, уделяй нищему. Вот Павел, хорошо, сюда можно присовокупить. Все, покайся, сотвори дела, соответствующие покаяния, ну достойные покаяния, соответствующие. Уверуй потом во Христа, уповань, хоть сколько-то, хоть сколько-то поуповань на Христа в жизни-то. А то уповаем на людей, а любим Бога, все на шиворот, на выворот. Наоборот, хоть сколько-то по веру во Христа. Сейчас дивана, но потом эта вера у тебя перейдет в надежду и уповань. И вот он научит вас любви. Он источник жизни, веселья, знаний, здоровья и защиты. Это он, к нему обратитесь. И все время вот так. Он не отталкивает от себя идущих к нему, но показывает на Христа. И те ученики, которые до последнего Иоанна Крестителя мнили кумиром, говорят, тот, которого ты крестил, вот смотри-ка, над тобой надмиваются. Все к нему уйдет, приобретает больше учеников. Аж с завистью все кипели. Иоанн Креститель говорит, пойдите, спросите, кто он есть-то. А он говорит, мертвых воскрешаю. Воскрешаю, мертвые воскрешают, воскрешаю, больных исцеляю, бесов изгоняю. Говорит, пойдите, спросите, он ли тот. Он говорит, я Богом послан только до одного. Я ничего есть не творю. Да, я святую жизнь веду. Но Богом послан только, Господь не сказал одно. Когда будешь крестить, на кого увидишь Духа, сходящего с небес, а то мы засвидетельствуем, что он тот, которого ждет все человечество. Он спасет народ свой, свой народ. Мы все его народ Божий, царственное священство, взятое в удел. Он, он первосвященник, который поведет нас за собой на небеса. Вот к нему и дети. Он не отталкивает до последнего, кто из него кумира сделал, хотя он всячески от себя в этом плане отталкивал эти мысли. Ну, есть люди из человеков, делающие кумир. А кто из человек, Господь через пророка хорошо говорит, палка, на которой опрешься, сломается и руку тебе пронзит. Не опирайся на палку, на человека. Это трость, соломинка. А попрись на Бога, уповай на Бога. Вот кто твой защитник. Вот он, наверное, креститель. И вот это свое тыканье, что он делал, он еще дал хороший образ. Земной образ всем известный, кстати, до сих пор существующий у людей. Это, ну, на Руси называется свидетель, друг, видимо, так называлось в иудаизме, может быть, и в те времена, друг жениха. Сейчас свидетель есть у жениха, у невесты, да. Он говорит, вот он хороший образ дал, земной, не сказочный. Он говорит, я друг жениха. А друг, говорит, подводит невесту к другу своему, к жениху ее. И радуется, и отходит, радуясь о том, что невеста, наконец-то, будущая супруга со своим женихом. Все. Он лишь подводит и умоляется, и радуется. А не завидует. Он счастлив, что у жениха есть невеста. И Господь наш есть жених всех. Это тот святой гарем, который будет на небесах. Мы все его невесты Христовы, все души человеческие. Там не будет ни мужеского, ни женского пола. Все там будем. Мы все, душа не зря женского рода, слова. Мы все его невесты, все Христовы. И наше дело тех, кто Господь дал дары. Это не говорит, что другие дух святого не используют. Но дар кому-то дал проповеди, слово, более яркого уразумения Писания. Наше дело только как друзья жениха. Господь сказал, вы мне друзья, вы друзья мои, называю вас. Вот мы друзья жениха должны приводить к нему, а не к себе. Не к системе, вообще к мертвой, к каким-то кирпичам понастроенным. И уж тем более не к себе, не заменить собой Бога, ни в коем случае. Не увести у жениха невесту. Это что такое? Мы должны приводить ко Христу. Вот он образ. И опять же, через пророка есть хорошие слова у Исаии. Он говорит, псы твои молчат. Кто такие проповедники? Мы никакие не пастыри. Господь Петру сказал, паси овец моих. Ну мы знаем прекрасно. Посмотрите какие-нибудь ролики, как на Востоке до сих пор. Ну или раньше, видимо, так же. Действительно, Бог создал всю природу, чтобы мы через видимое познавали невидимое. Посмотрите, как овечки друг к дружку вот так вот. Я бы вот так смеялся, такие ролики. Вот овечки, правда, безгласные. И что они? Они друг к дружку сбиваются и идут за пастырем, который идет, поет песни, что-то там, разговаривает, чтобы они слышали голос пастыря и шли за ним. Но есть овечки бестолковые. В лес засмотрелась, травку заживалась там, да, куда-то ей встала, как это, заблела, да. В лес посмотрела. Вы знаете, у пастуха есть, Господь так сделал, что вывели породы даже специальные. Там в Германии, я знаю, по-моему, это овчарка немецкая. Она же пастушья собака. Другие там есть породы в разных странах. Вот овчарки, я знаю, вот они немецкие, мне как раз нравились, всегда я узнал. Они, оказывается, выводились как пастушьи, поэтому они такие добрые тоже. Вот именно немцы такие, к человеку так относятся. И действительно способны, их и с детьми оставляют, и все. Вот они, пастушьи собаки. Мы псы божьи. Это радость быть псиной божьей. Мы не стригем овец. У нас лап, у нас рук нету. Стригет своих овец Господь. Он их и лелеет, и хоет, и все делает. Наше дело, когда овца только от пастыря чуть голову повернула, залает. Мы голос собака не гавкает просто так. Она гавкает тогда, ее научили. Узнайте этот, это интересные моменты. Ну, вот я вам рассказываю, можете уже не узнавать. Конечно, овчарку пастырь обучает, чтобы она не просто так лаяла до бесконечности, а чтобы она сигналила и пастырю, и эту овцу пугала. Куда она там, он ее куснет, там они вот так их подкусывают. А она хоп, обратно к стаду, только зазевалась последней. Пастырь идет впереди, а собаки взадь, сбоку, сзади бегают. Есть ролик в интернете, даже лев какому-то армянину или грузину, вот сейчас в современном мире, вышел из львы и помогал. И до сих пор, там, вел он с ним месяц, львица. Посла вместе с каким-то там пастухом армянским. В интернете такой ролик, я его сейчас, конечно, не найду, может кто-то видел. Прикольно, прям помогала, не ела этих овец. Он ей, помню, что-то давал даже. Она каждый день выходила, там, ролик супер, я был поражен. Даже львица помогала такая. Ну, и вот уж тем более собаки, вот образ вам хороший. Вот Петру сказал, паси, мы пасем. И Петр потом это словами сказал. Помните, я всегда эти вам слова напоминаю. Он говорит, пишу вам второе, он заканчивает второе послание. Их не надо раздельно читать, читайте их целиком. Это видно, как они друг за дружкой писались. Там буквально, может, он через неделю их написал под конец своей жизни. Много Петра написал. Два послания. Я говорю, там видно, что с перерывом недельным. Все по-свежаку. Он говорит, ну вот уже второе пишу. Если бы это было куда-то, во-первых, это в одно место видно. Он же говорит, вот я вам второе пишу. То есть это в одно место писалось. И видно, что с небольшим перерывом. И бы не напоминал такими словами. И тут уже второе пишу вам послание, вообще вот такое вот, коротенькое, еще меньше первого. Первое утверждающее, видимо, гонение было. Там это видно. Там оно все пересполнено, пронизано красной линией. Что там какое-то гонение было. Он призывал к терпению во Христе стоять и не бояться умереть за имя Христово. Второе уже немножко вот такое, с другим контекстом. И он говорит, что заканчивается, что пишу вам это. Ничего нового. Говорит, вы знаете истину. Тоже не потому, что я им пишу, вам Духом Святым все открыто. Прочитайте третью главу. Как она? Ну, с первой, как раз, когда он пишет, что вам все открыто, вы ни в чем не нуждаетесь. Об этом пишут все апостолы. Иоанн Богослов пишет, что вы имеете помазание, оно вас учится всему. И говорит, я вам не пишу истину. А вы знаете, утверждены в ней, так Павел пишет в каждом послании, Петр так пишет, что мы знаем, истину нам открыто в крещении каждому. Ум, к разумению Писания, кто хочет, Бог откроет. Все, он говорит, пишу вам только для того, чтобы возбуждать вашу чистый разум, чистый смысл, умное сердце, то есть доброе пожелание. Напоминаю вам заповедь Господа Иисуса Христа. Ну, и слова пророков тогда не было, наставления апостола, они часами ничего не писали. Хотя он в послании пишет, что уже есть послание Павла, да, но что они друг на друг там будут ссылаться. Они, конечно, причем для евреев, конечно, это было важно. Говорю, мы даже не знаем, возможно, он тоже писал в общину, которая преизобилует уверовавшими иудеями, ревнителями закона. И он говорит, что и слова напоминают, слова пророков. Господь в одном месте сказал, без контекста с ним вырывать, он говорит, ты следуйте Писания, какие, Ветхозаветные. Тогда Новозаветной ни одной бумажки не было, это говорил сам Господь. И говорит, вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они написаны только для того, чтобы свидетельствовать обо мне. Все, я пришел, я естественно. Ты уже там в Ветхом Завете ничего не найдешь. Большего, чем есть Христос. Чего там искать, чего там ковыряться. Вот вам образы. Вот таких пастырей ищите себе. Пастырь, который себя псинами считает, божьими. Которые говорят, вон туда, что псина лает, ты к пастырю, куда ты побежала, дура. Ну дура, я говорю, как овца, то есть и мужчина, и женщина, и любой пол. Вот наше дело. Гавкать только тогда. И то, гавкать, что значит? Напоминать. Ты помнишь, что Господь сказал? Люби Бога, уповай на Бога и люби ближнего. Что такое гавкать? Напоминать, гавкать, это значит, напоминать, как, если это образ, я вам говорю, такой ветхозаветный, Бога вдохновенный. А Петр, хорошо, говорит, напоминать заповедь Иисуса Христа. Она в уповании на Бога и в любви к ближнему. Вот вам и все. Вот вам, что такое пастырство. Ничего там, это не жрельцы, это не языческие, это не священники иереи, иудейские. И максимум вообще не могут избрать старшего. Просто, просто избрать. Ну вот пока ты, ты мудрый, да. И то, и ты, я говорю, это пальцем тычут, да, ну вот он будет решать все вопросы. Можно, а можно и этого не делать. Это не обязательно, это не заповедь. Возлагать там на пресс-виттер. Да живите, можете жить в братской любви, да живите. В братской, сестринской. Идеальное состояние, что Господь заповедал. Он ни на кого рук не возлагал. Он все время, после того, как они спорили о том, кто старший, пресс-виттер старший, он все время говорил, хочешь быть большим. Он не возложил ни на кого руки и сказал, ну хорошо, вот ты мудрый из всех 12, ты будешь старшим. Нет. Он говорит, кто старший, вот смотрите на меня, берет, снимает верхнюю одежду, припоясывается, опоясывается, берет умывальницу и умывает ноги ученикам своим. Вот вам пресс-виттер старший. Где же ты старший-то? Старший разве помоет кому ноги? Помоет только смиренные ноги. Вот и все. Поэтому образы помните эти. Иоанна Крестителя, вот этих псов ветхозаветных, как хороший образ. Друга, жениха. Ну и прямые слова всегда. Че эти образы, притчи. Иоанн Креститель, как образ реальный, живой. Ветхозаветный, как притчи. Господь говорит вам все внешне в притче. Ну хорошо, понятен вам, и его помните. А вообще есть прямые слова. И Господа, и апостолы. Наше дело. Вы знаете истину и стоите в ней. И храните переданное вам Евангелие. О том, что Христос умер за грехи мои. Показав, явив мне любовь, открыв мне имя свое, имя Отца. И воскрес, открыв и явив мне божество свое. Все, вот в эту веру, держись этого. И передавай дальше по цепочке. Всем, кто желает спасения. Все. Вот что такое проповедь. Вот что такое пастырство. Я говорю, все эти возложения. Я бы никогда в жизни не позволил на себя какие-нибудь руки там излагать. Если бы только у кого-нибудь супероткровение, как вот у Павла, было бы в какой-нибудь общине. И все бы согласились. И то. Все это отпадает тут же, твое пресвитерство и настоятельство. Когда ты там сваливаешься в грехи, в надменность, превозношение. Все, ты сам себя лишаешь этого старейшинства и этого свидетельства о том, что ты вроде как старший брат. Ты старший, старшинство, как и Адаму. Владычество над землей. Владычество означает ответственность, заботу, а не тиранию. И деспотизм, и дырочное поглощение всего. Богу Господь, Адаму Господь землю дал хранить, возделывать, любить. Бережно о незаботице, о всех зверях. О, владыки, и давай все драть на свете. То же самое здесь. Ты старший. О, это ответственность, это забота, это попеченье. Ты спать день и ночь не будешь, у тебя сестра голодная, проблема какая-нибудь там случилась. Многие ли захотят? А у нас что, как правильно? Там все время идет, все апостолы предупреждают, придут ради корысти, ради надменности, превозношения. Да кто захочет на себя брать ответственность лишнюю, тут будут уговаривать пресвитером, не захочешь быть старейшиной, старшим. Потому что действительно, ты будешь во все за ответе, ты как старший брат в доме, вместо отца, отец ушел, как образ Христа вознесшегося. Да, мы тут, кто-то вообще не может, действительно, чтобы рулить, чтобы к нему как-то регулировать мирские вопросы, бытовые вопросы. Кому-то помочь. А в слове мы вообще все друг другу равны. Это по большей части означает даже не столько духовную помощь. Любой брат может быть духовным и должен быть духовным. Ну вот так вот, 30 минут, в принципе, я все сказал, сейчас уже пойду затягивать. Это вот, это все евангельские образы. Знайте это, читайте. И я единственное призываю вас, умоляю вас, как Павел Савенгров, умоляю вас, братья, читайте Евангелие и сколько есть по силам послания. Более того, я с вами поделюсь вот этой схемой. Но я ссылочку дам в этом ролике уже на свой сайт, где она там есть. Чтобы уже вы, вот я дам, да. Потому что там у меня уже она есть, вы просто увидите. И все. Я вам, в принципе, произнес это. То есть, Лука, Деяния и пошли. К евреям, к Иакову, к римлянам, к Петра, к галатам и все. Это вот закон. Потом с Коринфянами, первая, вторая. Ну, а там посмотрите на сайте. По ссылке перейдете в описании. Все. Поэтому я вас умоляю, чтобы слушать, чтобы пастыри слышать, напоминают ли они вам слова евангельские, апостольские. И ни из этих слов, ни из вырывания стишков лепят ли свое учение. Вот вы должны сами читать. И по этой бумажке, а в первую очередь по логосу в сердце вашем, по Христову уму, по святому духу, который у вас. Вы свой дух святой свечаете с Евангелием, с наставлениями апостольскими. И потом только слова проповедника. И что у вас в сердце откликается, то принимайте. Нет, пожалуйста, не хулите, конечно, никого. Может, мы сейчас что-то не понимаем. Может, он. Я вот никого не хулю, никаких проповедников личных. Никого не обличаю, не осуждаю, не даю рецензии на живых людей. Мы и так понятны. Ты скажи, как Господь делает. Если бы Господь все ереси нам пересказывал в Евангелии. Достаточно садукеев, фарисеев, иродиан трех партий, зелотов. Он ничего этого не делает. Ему вообще с глубокой, с высокой колокольни, как говорят на все это. Господь говорит, как надо делать. Люби ближнего, уповай на Бога. Все. Вот и я вам говорю, как Господь, передаю вам слова Господа, как Он говорил, и как апостол говорит, как надо делать. А как не надо. Как не надо, вы теперь знаете, потому что знаете, как надо. А как не надо, тут найдется целое учение. Вас завалят вот такими книжками на голову. А книжки Евангелия, послания вот такие. Читайте их обязательно. Читайте. Ну все, на этом все. Всегда радуюсь за вас, ибо вы совершенны во Христе. Кому понравился мой ролик, ставьте вот такой вот палец вверх. Кому не понравился, все равно точно такой же палец вверх ставьте. С кем считаете нужным, кого любите, если нравятся мои ролики, делитесь с любящими христолюбцами, Господа Бога и всех. Все мои канальчики, адреса наверху, все мои контакты внизу. Я всегда рад всем, всем отвечу на какие вопросы. Ни с кем никогда ругаться не буду, там выяснять отношения, что-то мне там пишут, спрашивают. Кто хочет истину познать, пожалуйста. А это я на все перестал реагировать, на все там эти какие-то обвинения. Ты хочешь, ты такой смелый, звони в скайп. Хочешь мне что-то в лицо выскажать, все там, что-то из-за угла покусывать. Вот. Так что вот так. Ну и полезные какие-то ссылки на плейлисты у меня всегда справа. Всех во Христе нежно целую, крепко обнимаю. Всем желаю возрастать в Господе делами любви, от которых радость приходит, мир в душу. Вера усовершается, кротости жевается, долготерпение, воздержание. Все это происходит от дел любви к ближнему и упованием на Христа Иисуса, Господа Бога нашего, сущего над всем и неизменным в локосе своем, то есть в уме, то есть в мыслях и словах своих. Ибо Бог измениться не может. И воля Его всегда благая и неизменная, чтобы ты, человек, был счастлив. Всех храни Христос. Пока-пока. До встречи в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok